Привет! Как всегда, я покажу вам замечательные пластинки, на которых записана серьезная, настоящая, хорошая музыка, которая останется на долгие-долгие годы. Вот я начинаю как такой профессор из телевизора. На самом деле нет, я не из телевизора, хотя какое-то отношение имею к нему, но в любом случае я не профессор. Хорошая музыка, серьезная музыка. Вот такая, например, Duran Duran. Первый альбом, 1981 год. Эта бластинка для меня, и не только для меня, является такой знаковой вещью. Это не то, что Битлз, который свернул мозг окончательно, не то, что Sex Pistols, который повернул мозг, руки, ноги, тело и душу в другую сторону, оставшись с багажом. Да Битлз за плечами. Эта штука одна из нескольких таких этапных вещей, которая дала второе дыхание, открыла второе дыхание, потому что казалось, что уже все, в общем-то, понятно, все известно, что играть, что слушать, как жить вообще. А первый альбом Duran Duran сказал, что можно и иначе. Это очень крепкая вещь. Она просто сразила наповал и меня, и всех тех, с кем я дружил, и тех, с кем дружу до сих пор. Я помню, как у кафе Сайгон я встретил Гришу Сологуба. Кто не знает, это группа странные игры. Замечательный музыкант, отличный гитарист, все знающий, все понимающий, теоретик где-то в каком-то смысле. Ну а то, что практик изумительный, это уже и так понятно. И Гришка хлопнул меня по плечу и сказал, ты слышал Duran Duran первый, это фантастика, это такой гитарный звук, это такая обработка, это такая манера, это так все ново, так свежое, так здорово. Как бы вот сделать что-то похожее. В том смысле, что не снимать Duran Duran, прямо играть как они, вот все вот это. А как вот так настроить себя, чтобы делать такую музыку. И из всех моих знакомых, из всех моих друзей, настроил себя в эту сторону один человек, это Виктор Робертович Цой. Потому что весь героизм его песен, особенно среднего и позднего периодов, это героизм музыки Duran Duran. И Duran Duran отличается от массы групп, тех которых, которые были до 1981 года, именно концепции своей. А концепция заключается в героической музыке. И вот я недавно думал, могу ли я вспомнить группу, которая играла героическую музыку и понял, что кроме Duran Duran, после Duran Duran полно. А до Duran Duran так вот 100% абсолютно концептуально героическая музыка. Не могу назвать. Отдельные песни были, отдельные музыкальные фразы, отдельные какие-то рифы, отдельные мелодические, ну опять-таки фразы, повторюсь. Но так, чтобы прямо вот такое пушечное ядро влетело, такого, по-моему, не было. Хотя были уже группы, конечно, мы уже слышали и Ultravox, и я уже говорил про Adam and the Ants. Adam and the Ants, можно сказать, да, изысканно. Но это все, это была просто музыка, она была новая, она была современная на тот момент времени, да и сейчас она остается вполне современной. Но такой концептуальности, такого ядра, как я уже говорил, не было. Это был удар под дых, удар в мозг, удар в голову. Героические фразы, если помните группу Азия, первый альбом группы Азия, вот там есть эта штука. Ну, неправильно я спел, но бог с ним, это не важно. Вот это все продолжается. А до Азии ни Стив Хау, ни все остальные, ни Джон Уэттон даже не писали героической музыки. У них была совершенно другая концепция. И рок-музыка, это была либо музыка рефлексирующая на что-то, либо развлекающая. Третьего не дано, по-моему. А это был посыл героев. Это люди концептуальные на сто процентов. Эти ребята пришли, стали играть, и всем стало слышно сразу, что мы не рефлексируем, мы не развлекаем, мы идем своим путем, мы идем, мы сильны, как пел Виктор Робертович Цой. И возьмите любую песню среднего и позднего периода группы Кино. Они все героизированы, а героизм этот вот отсюда, из музыки Дюран Дюран. Ну, на Витю оказывало влияние множество групп разных, но я помню прекрасно наши восторги по поводу этой музыки. Не по поводу, по поводу имиджа, по поводу этого всего. Это понятно, это красиво, это здорово. Витя был художником, ему все это нравилось. Мне тоже нравится, потому что сценический образ прекрасный у Дюран Дюран, законченный, лаконичный. Очень много они взяли от Адама де Энс, но довели это до совершенства. Очень красиво все, очень здорово. От Брайана Фейри, там от кого угодно. Ну, это такая вершина была вот этого глэма, в хорошем смысле этого слова. Но при этом они создали вот этот новый рок, новое дыхание, свежий, свежий ветер просто. Тучи рассеялись, тучи хард-рока, тучи там панк-рока даже, который мы очень любили и любим. Продолжаем. Но это все такая вот музыка рефлексирующая, как я уже говорил. А здесь никаких рефлексий. Здесь парни абсолютно знают точно, чего они хотят и идут прямым своим путем. Как и группа кино среднего и позднего периодов. А то, как здесь все сыграно, как здесь аранжировано. Вообще пластинки Дюран Дюран, они в принципе разные все. Хотя кажется, что а, Дюран Дюран, синти-поп. Я ненавижу определение синти-поп. Может быть, в английском оно проскакивает, в русском языке синти-поп это фонетически кажется чем-то убогеньким, таким мелким, недостойным вниманием синти-поп. Это никакой не синти-поп, это грандиозное, грандиозное музыкальное полотно. И пластинки, как я уже говорил, все разные. Если внимательно слушать их, а по другому музыку слушать я не советую никому. Хотя, что я буду советовать? Сами все знаете прекрасно. Когда слушаешь эту музыку, она действительно производит впечатление грандиозной. Я не знаю, прекрасная пластинка Рио, например, если брать хотя бы первую песню Рио, там столько всего, там так интересно, там это двухчастевая мелодическая история. Сначала одна идет история, потом раз, появляется другая совершенно. Ну, они не первые, кто это делал, но здесь так это откровенно, так прямо, так мощно героизировано и так четко все спето, с такой фантазией аранжировано и очень хорошо сыграно. Как там звучит гитара, отчего Гриша Сологуб прыгал просто по Невскому проспекту, как здесь звучит гитара, какие вот эти вот аккордовые штуки со звуком, которого не было до них. Здесь что-то, что-то от Роберта Фриппа, что-то от общей такой, назовем это новая волна. Ну, невероятно новый звук. Сейчас можно такой создать там на компьютере с помощью различных обработок найти, но как это сделано удивительно. И вот это вот, это даже не ритм гитара, а такие вот гитарные, гитарные такие брезки с этим точным, абсолютно четким звуком, когда читается каждая нота в аккорде. Раз и сзади, под вокалом вдруг появляется гитара с диким сустейном, таким здравствуй, Роберт Фрипп, пластинка Heroes с Дэвида Бауэ, где вот этот вот безумный сустейн под вокалом Дэвида Бауэ. Здесь то же самое, только по-своему. Но это Рио, а я говорю о первой пластинке, которая пронизана вот этим самым героизмом и удивительно аранжирована и фантастически придумана эта музыка. Я не знаю, можно ли это назвать поп-музыкой, потому что музыка очень серьезная на самом деле. И вот та самая гениальность, не побоюсь этого слова, когда серьезная музыка сделана так, что она становится популярной. Под нее танцуют в дискотеках, ее слушают с девушками, там на вечеринках и прочее, прочее. А когда начинаешь слушать, раскладывать ее, разбирать там, мама дорогая, что там такое происходит внутри. Один Тель-Авив, чего стоит финальная вещь, инструментальная. Такое синтезаторно-симфоническая поэма с восточными мотивами, с валом вот этих вот синтезаторов 80-х. Настолько красиво. Здравствуй, там, я не знаю кто, и Клаус Шульц, и Брайан Ина. Только все это очень мелодично. Внятные, красивые мелодии в музыке именно. Ну, и я уже скажу банальности, что начинается пластинка с Girls on Film, которая бьет сразу просто так вот, Girls on Film. И все это с арпеджио, с синтезаторами, вот это вот все разложено, все в стереобазе расставлено, и все это летает, меняется, как у Джимми Хендрикса практически. Барабаны звучат невероятно совершенно. Барабаны, кстати, немножко, по-моему, заимствованы от Adam and the Ants. Вот эти вот ритмы бурунди, но здесь опять-таки все это сдержано, все расставлено по местам, все четко, красиво, сверхмузыкально, сверхмузыкально. Friends of Mine, предпоследняя вещь на второй стороне. Это привет группы Stranglers, No More Heroes. Здесь No More Heroes в другом контексте, но в принципе то же самое. Нет больше героев, мы будем танцевать и кричать Twist and Shout. Nightbot на второй стороне, открывающая вторую сторону альбома, естественно, да, который начинается с синтезаторного такого наплыва, где намешано очень много, там, от каких-то вот электронных этих полотен немецких синтезаторщиков, да, неожиданно там какой-то привет от лунной сонаты, потом все это громче, 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 появляется невероятный ритм, ни с того ни с сего, такая ритмическая штука, которая убирает эти синтезаторные саундскейпы, скажем так, а точнее не убирает, они миксуются с ритм-секцией и начинается мрачное, страшное, страшнее, чем Black Sabbath и мрачнее, чем, не знаю, там, чем Judas Priest, песня Nightbot. Вот. Опять-таки, с красивейшими арпеджио синтезированными, синтезаторными, с удивительной гитарой, с чудесным голосом, вокал просто, ну, просто, просто блеск. И никакого заигрывания нет в вокале, вообще никакого. Человек поет абсолютно, даже у Дэвида Боуви есть заигрывание местами, он тоже героический певец, но иногда у него такие кабарешные штуки появляются. Здесь никакого кабара, здесь парень рубит четко свою линию, при этом чудесным, абсолютно голосом, замечательно интонируя Саймон Лебон, Sound of Thunder, еще один мрак. Вообще, очень странная вторая сторона, она вся пронизана каким-то сумраком, таким сумраком, и очень умными клавишно-гитарными разработками. Я не говорю про ударные, которые придуманы, я не знаю, какое-то вдохновение снизошло свыше, потому что вот эта перкуссия, которая летает по каналам, эти томы, которые держат ритм и рисуют свои фразы на томах, как это пришло в голову, как это придумано, никакой вот этой сетки барабанной, привычной, роковой, ничего даже близко нет. Но в то же время ритм держится железно, все прекрасно. Бас-гитара напоминает, отдаленно напоминает Мика Карна из группы Джопен. Ну, хотя музыкальная структура здесь, она позволяет как раз такие вещи. Ну, Мик Карна ушел в другую совершенно историю, в очень-очень сложную. А здесь такой привет Мику Карну. Ну, и первая сторона, она, как я уже говорил, более такая доступная, хотя внутри этих песен, мама дорогая, как молодые парни вот это все придумали. Я не могу даже сказать, Planet Earth, To The Show, Карлос Мэморис, героическое на разрыв просто произведение, просто No More Heroes, героев больше нет, но последние герои все-таки вот они остались. И слава богу, что после этой пластинки вышло еще, кажется, 13. И все они разные. Хотя все они Дюран-Дюран, и все они называются в разных энциклопедиях идиотских синти-поп. Никакого здесь синти-попа нет. Это высшего класса рок-музыка с использованием синтезаторов. Очень всем советую, тем, кто не слышал, и не будьте, не относитесь к этому с предубеждением, что, а, это Дюран-Дюран, это дискотека, это попса. Это не попса. Это просто музыка, которая нравится очень многим, так же, как Битлз, так же, как Роллинг Стоунс. Это попадание точно в десятку. И за это я пойду и выпью. Пока.